еще раз добрый день уважаемые дамы и господа очередная встреча с леоном вайнштейном и как я обещал со мной в студии силе он сегодня будет ни один не соло со мной в студии юлия бигбова адвокат наш чикагский адвокат вы все можете видеть ее сейчас те кто смотрит в youtube можете ее видеть леон здравствуйте долги юлия вам здравствуйте огромное и спасибо что откликнулись на мой призыв на мое приглашение пришли к нам в студию и начнем и наверное ли он давайте начнем вот с чего большой ажиотаж вызвало заявление президента трампа о том что он с 10 июня вводит 5 процентный налог на товары и услуги я не знаю на что точно из мексики и так град жили будет поднимать их там каждый месяц 5 10 15 процентов и все это во имя того чтобы как-то обуздать нелегальную иммиграцию но поскольку юля об иммиграции знает практически все вот мы сначала поговорим о этом тарифе насколько он целесообразен с вашей точки зрения или потом выскажет свою позицию по этому поводу ну и постепенно перейдем наверное к миграции давайте начнем с вас ли он я только считаю что для того чтобы понять эту дискуссию что юля вот все знает а большинство зрителей конечно знаю только часть поэтому все таки я думаю что надо рассказать ситуацию а потом таскать перейти есть с вашего позволения я потрачу там пять минут времени наших слушателей зрителей на то что опишу ситуацию хорошо конечно сейчас проживают сорок четыре пять десяток миллионов людей не родившихся на территории сша то есть иммигрантов вот это это и далее статистика из так называемого migration информейшн центр это не партийная я думаю что общественная организация значит то есть 13 и 7 десятых процентов всего населения америки либо законно либо без разрешения хозяев живут на территории сша значит для сравнения в 1970 году было всего 9 и 6 десятых миллионов нерожденных значит вша живущих легально или нелегально 25 процентов сегодняшних иммигрантов напоминаю что это 44 и 5 десятых миллиона то есть 25 процентов серьезная да так сказать честь они приехали из мексики пришли приехали приползли более 10 миллионов мигрантов зашло в сша после 2010 года цифры огромные правильные мигранты скажем индии тайване египта латвии там даже кувейта приезжают в большинстве своем с образованием не имею ввиду колледж то иммигранты скажем из мексики гватемалы эквадора и так и тому подобное не только значит без образования на уровне колледжа но даже и так сказать школы то есть последних классов школы которые мы в америке имеем они не говорят по-английски в своей жизни не работали большинство из них с компьютерами их очень тяжело будет научить специальностям скажем на современном производстве с 2000 года сша принимает среднем 1 миллион так называемых легальных иммигрантов получивших на то разрешение из них тоже 65 процентов это члены семей в основном мигрантов из мексики там пакистана гаватемалы и других регионов которых сша едут ну скажем малообразованные люди больные кстати с плохим желудком и зубами с невыличными всякими проблемами давно изжитыми в сша болезнями не знающие языка не понимающие американских прав человека до конституции ждущих все выпускать во всех случаях помощи от государства куда идти к барину иными словами они едут в америку то в сердце и в уме своем продолжает жить там в гондурасе скажем да они просто не знают ничего другого нельзя их обвинять ни в чем да и того 1 миллион нелегалов плюс 500 600 тысяч из легальной иммиграции тех кто приехали по того что называется цепочная иммиграция когда я например вызываю своих родителей они обосновавшись вызывают остальных своих детей там женами с внуками жены вызывают своих родителей те своих других детей с женами мужьями и внуками так до бесконечности на сегодняшний день на границе с мексикой задерживают порядка 100 тысяч мигрантов в месяц еще столько же как минимум еще столько же говорят что больше проходит незамеченными мигрантов держат в среднем по если я правильно помню по 20 дней лечат кормят там одевают зубы чили там допрашивают а потом отпускают в сша внутрь сша дав денег под обещание вернуться через два-три года на суд а на сегодня таких обещавших обещавших вернуться восемьсот двадцать одна тысяча семьсот двадцать шесть взрослых плюс дети то есть ну больше миллиона человек которые обещали вернуться всего стране до трампа ну до экономического чуда трампа было двенадцать миллионов нелегалов а теперь похоже уже близко к пятнадцати миллионам так сказать одним из аргументов защитников открытых границ является утверждение что нелегалы делают работы которые американцы делать не хотят значит что получается американец хочет скажем работать у вас в саду и получать за это там 10 долларов в час а нелегал нелегальный эмигрант готов делать эту же работу за пять долларов мы естественно берем так сказать более дешевого нелегал а американец который теряет эту работу и идет на безработицу или на вэлфер получает из нашего же кармана по 10 долларов в час то есть мы вместо 10 долларов американцу платим 5 одному 10 другому итого 15 или более кстати потому что если считать расходы по обучению детей и лечения нелегалов то есть то есть мы козлы необыкновенные я уже близок к концу значит а как здорово что в нашу страну стремятся миллионы людей и никто судя по всему не пытается перелезть сказать ограду стену в обратном направлении несмотря на уверение этом социалистов прогрессивистов не знаю как точнее называть что у нас при трампе значит ужасная жизнь ужасная страна стремление людей со всего мира попасть в сша увеличилась в два раза значит америка не может тебе позволить постоянно занимать деньги у китая и тратить их на нелегалов нелегалы тратят кое-какие ну значит платят кое-какие налоги и значит по исследованию дехил вносят 19 миллиардов в казну налогами что немалая сумма согласитесь но стоят они нам вот эти вот 12 с половиной миллиардов тех а сейчас еще будет может быть больше на 116 миллиардов долларов то есть сумма большая чем 19 включая медицину обучение расходы на полицию там чиновников которые ими занимаются ну и так далее в стране сейчас 4 и 2 миллиона детей нелегалов то есть которые так сказать пришли сюда незаконно что стоит нам так сказать ежегодно 45 миллиардов просто для информации среди нелегалов нищета в два раза больше чем у рожденных здесь их же бывших соплеменников теперь значит вот эти 45 миллиардов мы тратим а кроме того у нас переполненные по крайней мере в калифорнии у нас здесь совершенно переполненные классы и школы что уменьшает значительно возможность детей наших учиться то есть мы не можем построить больше школ мы не можем поднять больше учителей мы пользуемся теми же школами теми же учителями и поэтому уровень обучения который так в общественных школах по крайней мере в калифорнии думаю что по всей стране ужасен совершенно я знаю о чем я говорю я этим занимался довольно плотно и сравниваю значит демократы не дают провести реформы хотя 20 лет подряд они все говорили что они необходимы демократы блокируют любую действие администрации демократы не дают денег на построение барьеров на границе называется стеной называет я не знаю пумперник совершенно демократы мечтают чтобы у трампа были проблемы и не было побед и успехов в этом проблема наша что пол страны мечтает чтобы стране было хуже либо лишь бы трампа вы не избрали следующий раз поэтому трамп пытается решить проблему с кризисом то есть можете назвать его иммиграционным кризисом может назвать гуманитарным кризисом он существует государство которое не контролирует значит кто может войти в него особенно такое которое лечит платит там помогает всем кто пришел нелегально значит отбирая за это деньги у тех людей которые их зарабатывали да такое государство долго не проживет поэтому трамп пошел на очень суровую и очень болезненную для нас американцев на шаг на болезненный то есть поднял налоги на товары из мексики чтобы мексика начала каким-то образом восстанавливать а не помогать как они сейчас делают тем миллионам которые медленно придут к нам эти миллионы необразованных мигрантов мы будем больше платить за товары правда мы будем на 2-3 процента увеличить наш бюджет а если из-за этого проблема с миграцией из мексики решить цель по крайней мере в половину уменьшится я на это готов я закончу ну что ж вот теперь юлия у вас есть возможность ответить на то с чем поделился с нами ли он тут уже не до анекдотов да начать хотелось анекдота чего начать понимаешь ли он настолько готов и действительно прекрасный оратор не думаю что я смогу состязаться постараюсь язык сижу и думаю с чего начать начать с тарифов все-таки да или с начать сами с эмиграции я наверное все-таки начну с тарифов тоже прозвучит немножко странно почему потому что я быстро договаривались будем обсуждать то в чем я считаю себя компетентно то есть юридических вопросах но тем не менее имею экономическое образование тоже и немножко понимаю в том том что сейчас происходит не 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 взяв во внимание какой-либо юридический аспект тарифы которые вводятся в отношении китая и тарифы которых было объявлено вчера и сегодня они грохнули наш рынок конкретно и сережа я знаю что сейчас сможешь сказать насчет рынка потому что мы все конечно прекрасно понимаем что рынок всегда идет каким-то образом идет но так или иначе определенная реакция на есть реакция на уход мюллера с поста его special council до 2 дня назад есть уже реакция всегда то есть рынок всегда каким-то образом реагирует и ну мне там даже страшно открыть что там у нас сегодня происходит с нашими инвестициями да но урон который даже давайте не говорить про урон давайте разделять вот эти вот два тарифа тарифы что такое тарифы вообще и с одной стороны мне немножко конечно странно что ли он будучи либертанцем вообще приемлет скажем так вот такое громаднейшее громаднейший шаг со стороны властей в отношении какой-то вот это вот регуляции экономики с помощью тарифа но 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 я его могу понять его объяснение конечно же этому значит что всегда скажет любой экономист и я всегда с этим соглашусь вне зависимости от политических взглядов кстати что касается скажем там экономики да это люди которые немножко это понимают здесь либерализм он немножко отходит на второй план план потому что всегда есть здравый смысл значит экономика экономисты сейчас ходят к одному к одной всегда позиции что тарифы это тот рычаг который может использоваться только с точки зрения экономических экономической политики страны но ни в коем случае не паблик палосе в отношении чего-либо еще если эта часть какой-то предвыборной гонки да с тем чтобы показать избирателю здесь что с помощью этих тарифов я смогу вернуть или поднять каким-то образом определенной индустрии которые страдают из-за насыщенности дешевого продукта извне может быть даже это и имеет какую-то обоснование наверное даже серьезное обоснование почему потому что это все таки идет к той части касается экономическое здоровье страны а вот регулировать внутреннюю так называемую внутреннюю безопасность и иммиграционную политику с точки зрения тарифов я думаю что такого еще в истории не не происходило что сейчас происходит прямо на сегодняшний день прежде всего самый громадный урон эти тарифы принесут автостроительной индустрии соединенных штатов до еще раз дело небольшое я в принципе даже могу понять его отношение вернее его политику тарифов в отношении китая я щас объясню почему может прозвучить немножко странно в стране сейчас у нас идет уже много-много лет совершенно не связано с трампом и мы знаем что это началось давно это началось при обаме то есть независимо того кто у нас лидер да как как то и как у нас внутри лизни раз расшатывает нашу лодку у нас все таки модель стране экономической она вот она идет она будет идти да то есть да бывает рецессии но как только мы оттуда вышли мы пошли прямым путем но ни одна экономика включая американскую не может все время идти по прямой вверх да то есть где-то что-то должно произойти почему потому что покупательская способность unemployment очень низкий покупательская способность грамотная и к чему это обычно приходится скажет любой экономист что так или иначе это придет к инфляции да каким образом обычно это регулируется обычно это регулируется прежде всего поднять интересы интересы да совершенно офисе да но если трамп сейчас пойдет на это ведь он намеренно удерживает этот этот interest rate в принципе он правильно делает но нет не потому что это он так решил я думаю у него правильно есть советники в этом отношении потому что это потеряет его избирательный голос объясню тебе почему поднять interest rate это автоматически начать глушить способность брать mortgage добрать ипотеки это это громадная индустрия это то один из тех пульсовых до показателей здоровья нашей страны среднего класса и не только это это возможно занимать деньги для малого малого и крупного бизнеса и так далее то есть каким другим способом можно заглушить немножечко инфляцию это остановить это было бы актуально то о чем ты говоришь в том случае если бы инфляция росла новый парадокс то заключается в том что при всех инструментах которые используют администрация и при твоем опасении и при как бы теоретически инфляция должна расти инфляция весьма и весьма сдержанная у нас инфляция не растет так чтобы у нас 30 потому что об этом говорят уже на протяжении двух лет будет наверное будет вообще рост инфляции здоровы это необходимый институт это нормально инфляция должна присутствовать страшнее дефляция чем инфляция безуслов бой за слов значит давайте так попробуем в общем отойдем закончится про китай я думаю что вот нет это мнение китай китай это отдельная совершенно тема о которой мы будем говорить я думаю я все-таки надеюсь что несмотря на наши диаметрально противоположные политические взгляды я думаю что по поводу китая мы с тобой согласимся что это серьезнейшая проблема и китай на сегодняшний день является действительно реальной угрозой нам я сегодня приводил пример 90 процентов медикаментов которые используем мы здесь в америке производится в китае и все чаще мы сталкиваемся с тем что эти лекарства содержат какие-то вредные вещества их периодически отзывают я принимал лекарства на протяжении там нескольких лет оказывается это лекарство меня убивает большие разницы так или иначе тарифы давай всегда плохо но если какой-то этому offset если то не давай давай вернемся мексикан мексиканский тариф то есть твои отношения скажет да это плохо потому что мы будем планирует ударить по автомобильной промышленности лишь почему потому что автомобили которые мы покупаем из 2 который производится в мексике мы будем покупать здесь с учетом этого тарифа не только это есть определенные запчасти которые производятся в мексике есть определенные запчасти которые производятся в соединенных штатах есть такие запчасти которые производитель американский то есть в directional at the country компания громадную автоиндустрия и в соединенных штатах они обязаны иногда транспортировать эти запчасти два раза туда-сюда если мы говорим уже Я уверена, что этого не будет. Я уверена, что его остановят, потому что удар по авто, мобильной промышленности в Соединенных Штатах, это последнее, что он хочет сам для себя сейчас сделать. Хорошо, как ты думаешь, как отреагировал мексиканский президент на заявление Трампа? Не слышала, не буду комментировать. Есть разные. Леон, вы, наверное, тоже за этим следите. Есть разные, так сказать, варианты. Я только не представляю, каким образом он может остановить иммиграцию, которая идет как через его страну, так и собственных людей, которые живут в Мексике. Юля, это очень просто, потому что, что касается мексиканцев непосредственно, которые переходят границу, и ты это знаешь лучше, чем я, их тут же разворачивают и отправляют назад. Что же касается людей из третьих стран, мы, к сожалению, по существующим законам этого сделать не можем. Вот в этом проблема. Так что, что касается мексиканцев, эта проблема решена, но что касается транзита через Мексику, кроме мексиканского правительства, эту проблему решить никто не может. Я очень надеюсь, что президент Мексики отреагирует на это. Отреагирует правильно, с моей точки зрения. Он перекроет этот поток. Слушай, вчера на границе остановили больше тысячи человек, которые нелегально перешли границу. Ну, ты же понимаешь. Четыре-два. Четыре-два, знаете, когда перейти к вопросу о нелегальном переходе границ? Смотрите, я сейчас суммирую что-то. Хорошо? Значит, тарифы плохо, сами по себе. Плохо, тарифы плохо, точка. Я как либертарианец и как человек, который занимается экономикой много лет, уже утверждаю, тарифы плохо. Второе. Война плохо. Значит, любая война плохо, но почему-то, так сказать, мы некоторые войны называем справедливыми, да? Почему? Потому что такая война является продолжением политики. Ты не можешь заставить людей не делать тебе чего-то, тогда ты говоришь раз, два, три, восемнадцать, на девятнадцатый говоришь все. Если ты все продолжаешь делать, вот война. Так вот, тарифы – это война. Значит, слава богу, Трамп не использует вооружение и не использует пушки. Они сейчас у нас лучше стали, потому что больше денег стало и больше переоборудования и тому подобное. А использует то, что ему, понятно, ему привычно, из его точки зрения, кусается больнее. Он использует это с Китаем, он использует это с Ираном, он использует это с Россией, кстати, тоже. Хотя не так заметно может быть. Он сейчас начал использовать это с Мексикой. Пять процентов через десять дней, десять процентов через месяц. И так до первого октября двадцать пять процентов. Теперь, значит, из-за чего пугаются лексиканцы? Не потому, что мы начнем платить больше денег за их товары. Да, плевали они на это дело. Они пугаются, если у них есть незаменимый товар, то они все равно будут его привозить. И мы будем в тех же количествах его покупать, потому что они привозят к нам не лакшери, то, что называется, а то, что необходимо. Так вот, они боятся того, что мы сейчас срочно начнем передоговариваться с Северной Кореей, с Вьетнамом и прочее, чтобы они к нам, несмотря на то, что дольше и дальше везти, завозили бы их товары, которые бы были без всякой пошлины, а не 25 процентов. И пусть 3 процента съедает перевозка, но зато это будет значительно дешевле, чем их товары. И мы сначала начнем полпроцента, 2 процента, 15, 30 и так тому подобное, пока мир не начнет доставлять нам дешевле те товары, которые мексиканцы доставляют нам пошлины. Все, рухнула промышленность, индустрия и экономика Мексики. А я считаю, что даже если взять и накрыть ту, я не буду говорить, что ужасная экономика на самом деле, она есть, страна работает, но если мы будем продолжать политику обнищания, намеренного обнищания наших соседей и те, кто идут за этими соседями, их соседи в Южной Америке, вот это и приводит к глобальному потоку иммиграции. Если только Мексика начнет поставить армию не пускать из третьих стран иммигрантов, а они запросто могут это сделать на своих границах с этими странами, у нас тут же не будет никаких тарифов к ним, у них не будет никакого обнищания, и все будет хорошо, и наоборот, будет еще лучше, чем раньше. Не согласна с вами, Леон, я скажу вам почему, потому что даже в Мексике, так же как и в Соединенных Штатах, существует обязанность иметь закон, согласно Refugee Act, согласно международной, извините, не Refugee Act, это наш закон здесь, да, согласно Конвенции по правам человека, о том, что они обязаны иметь законы и их исполнять, что если кто-то приходит на территорию их страны и просит убежище, они обязаны его рассматривать. Пусть они рассматривают убежище от себя, а не пропускают их людей и не помогают им добраться до нашей границы. По-моему, кто-то из законодателей, из республиканцев вносит законопроект, по которому люди, которые приезжают, проходят через какие-то страны и подают на убежище, как бы лишаются этого права, они должны подавать на статус беженца или на убежище. Сережа, не нужно ничего вносить, это в правилах ООН написано, в законах ООН. Не согласна, нет такого требования. Написано, что ты должен в первой же стране, в которой ты оказался, попросить политическое убежище. Если ты, значит, ты больше не перестаешь быть политическим беженцем, ты начинаешь быть экономическим, который хочет не уехать из своей из-за чего-то, а уехать вон в ту, потому что там экономика лучше. Леон, приведите мне, пожалуйста, такой пункт конвенции. Я могу сказать сто процентов, что такого закона в Соединенных Штатах нет. Делие, дебюзионные штаты. Да, при рассмотрении... Я бы сказал слово ООН. При рассмотрении убежища здесь, в Соединенных Штатах, а занимаясь убежищами каждый позже день... Я это сказал. Да, я могу совершенно спокойно утверждать, что нет такого требования. Существует правило ООН, Организация Объединенных Наций, не США. Есть такое правило. Нет в США такого закона, но такое правило существует. Я не узнал еще до того, как попал в мир. Хорошо, так или иначе. Давайте-ка мы попробуем дать возможность, только я сказал, дать возможность нашим радиослушателям. Все линии горели, вдруг раз, моментально все погасли. Мы еще юридически ничего не обсудили, конечно. Ну, попробуем почувствовать атмосферу радиослушателей, что они думают... Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Леон. Здравствуйте. Леон, это вам тот человек, звоник, который вас испугал по хуже мнению фрамилии. Для известного писателя, который сужен он. Я хочу сказать насчет тарифов. Да, вы против тарифов, я против тарифов. Но если вы помните, что Трамп начал с того, что предложил все нулевые тарифы. Ну, почему-то все не захотели. Поэтому обратите внимание. То есть они хотят тарифы на американские товары и производители под разными предлогами. Как у них есть в европейском, например, value added tax и так далее. С Китаем вообще было интересно им, как развивающимся с Уэма. Представили такую возможность фактическим воздействием без тарифов. А в чем вопрос? Это не вопрос от баларифов. Вы говорите, что в торговую войну начали не мы. Это начали против нас сначала бьют по морде, а когда мы попробовали защищаться нам готовить... Понятно, спасибо большое. Позвольте я прокомментирую, что такое вред тарифов. Вот все признают, что тарифы это плохо, но иногда их нужно вводить. Прежде всего тарифы действительно плохие для глобального повышения экономики. То есть если у наших соседей хорошо, у нас тоже должно быть хорошо. Ну, это общая такая догма. Почему тарифы иногда имеют место быть, да, какое-то экономическое тому обоснование? Они вводятся исключительно для того, чтобы защитить, то есть каким-то образом улучшить экономический климат в своей стране. Неинвестиционно, ну, неважно инвестиционно или нет, но защитить экономику своей страны. То есть если это делается для того, чтобы поднять, увеличить рабочие места, и, Сережа, я, конечно, опять-таки все должны отдавать себе отчет, в этот раз, в этот раз ему нужны будут избиратели, которые именно голосуют, а без вмешательства извне. Я понял. Молочная продукция, сельскохозяйственные, разные виды сельскохозяйственной продукции. По-моему, 280 процентов. Жуткая абсолютно. Они могут облагать нашу продукцию колоссальными тарифами и в то же время, ну, то есть закрывая для нас, по сути дела, рынок. Я отвечу на твой вопрос. Когда покупается наша продукция, увеличивается определенный, нужно немножко понимать макроэкономику, да, ведь что такое американский доллар, насколько он силен, обуславливается не только нашей внутренней экономикой и не столько экономикой Запада, а foreign trade. Понимаешь, о чем я говорю? Поэтому, с одной стороны, это высокопарные слова, почему бы не обнулить. Я сейчас хочу все-таки, давайте сконцентрировать, что там делают другие страны. Есть тому обоснование, нет тому обоснования. Мы осильно от этого, может быть, даже не страдаем, а может быть, даже имеем от этого выгоду. Вопрос сейчас вот в чем. Если создание рабочих мест здесь превалирует над тем уроном, который тарифы несут на потребителя здесь же у нас в стране, может быть, это и имеет какое-то обоснование, ну, даже если есть в этом какой-то другой еще и мотив с точки зрения предстоящих выборов, да. Вот то, что касается тарифов из Мексики, это не имеет никакого экономического обоснования. И вопрос иммиграционный он тоже не решит. Почему? Потому что человек, если ему удастся сегодня перейти к иммиграционной теме, человек, который хочет сюда попасть, вот если бы мы с тобой сюда хотели попасть, а то, откуда мы, и мы с тобой понимаем, что если бы мы очень хотели бы это сделать, а не было бы другой легальной возможности, я не знаю насчет тебя, я бы это сделал. Да, ведь ты знаешь мою историю, что когда-то тоже пришлось уносить ноги уже оттуда, но уже будучи американцами. Я не осуждаю тех людей, которые стремятся сюда попасть. И, мало того, я тебе скажу, я был здесь первый раз в 1993 году, в это время произошла смена власти в Тамп, поменяли закон, Абир отменили, мне пришлось менять паспорт, и потом Америка меня запретила сюда въезд. И я долгие годы, после того, как мы подали на статус беженцев, мы долгие годы сидели, ждали, и мне это тоже вылилось бы, я такой не отказник, отказник, который там, но тем не менее 4 года сидел, куковал, и зная о том, что я подал документы, у меня были разные проблемы. Хорошо, друзья мои, мы вынуждены прерваться, просто у меня обязательства перед моими рекламодателями, а по всему никуда не уходите, мы обязательно примем ваши звонки, и наши ведущие, наши эксперты ответят на ваши вопросы. Возвращаемся к беседе с Леоном Вайнштейном, и напомню, со мной в студии адвокат Юлия Бигбова. И вы знаете, что тема вот этих тарифов экономики, она такая бесконечная, к сожалению, мы даже эту тему не сможем обсудить в рамках нашей программы. И в то же время у нас есть масса звонков. Леон, Юля, какие будут предложения, принять пару звонков, или перейдем все-таки к теме эмиграции? Юра, хозяин Блайи, давай, звонки, если есть вопросы. Я обещал, да, я обещал, что мы примем звонки, поэтому мы примем. Давайте, добрый день. Добрый день, господа. Я больше хотел бы, ну, комментарий по поводу нашей уважаемой адвоката Юлии Бигбовой. Ну, я позволю себе частично не согласиться с вашим огульным мнением о том, что экономика абсолютно не имеет никаких политических сторон. Может быть, сама по себе экономика и не имеет, но ее интерпретация, и вы как адвокат знаете, наверное, об этом лучше всех, ее интерпретация зависит абсолютно от того, какой экономист обсуждает те или иные ситуации. Является ли он демократом, является ли он республиканцем и так далее. Поэтому утверждать, что экономика не имеет сторон, это, ну, по крайней мере, неосторожно. Толя, здравствуй, я отвечу, я с тобой согласна, я на самом деле не делаю именно такого утверждения, а скорее всего обратное, что подход к экономике с точки зрения властей, он должно обуславливаться прежде всего экономикой, а не каким-нибудь политикой. Позволю себе не согласиться по одной простой причине. Потому что все то, что делают власти, если это власти, которые действительно заботятся о благополучии и безопасности своей страны, то эти власти должны предпринимать любые абсолютно шаги к тому, чтобы эту страну обезопасить в первую очередь, потому что это их клятва на Конституции или на Библии, а второе, для того, чтобы улучшить благополучие нашей страны. И я думаю, что благополучие нашей страны без безопасности нашей страны, это просто, ну, глупая мечта, мыльный пузырь. Хорошо. Я больше не буду заниматься время. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Толя. Все, не надо уже дискутировать с Анатолием. Давайте примем, может, один звонок. Но если короткий вопрос, то, пожалуйста, давайте воздержимся от высказываний длинных. Меня зовут Иль. Слушаем вас. Если... Вы знаете, к сожалению, качество связи не позволяет услышать ваш вопрос. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел сказать, что, в принципе, если посмотреть на эмиграцию на этих людей, как на продукт, ну, скажем, это роботы, которые требуют мейтаннесс, так, то это даже, и которые влияют на нашу экономику, то эти самые тарифы очень даже применимы к этому продукту. Пожалуйста, рекомендируйте. Нет, здесь я никогда не могу с этим согласиться, потому что львиная часть моего труда составляет все-таки защиту прав человека, именно иммиграционное право. Я смотрю на это именно таким образом, да, независимо от того, откуда этот эмигрант, за редким исключением я могу сделать какие-то исключения, конечно, да. Поэтому я знаю, что такое люди, которые бегут, реально бегут от преследования, от расправы, которая с ними состоится, которые пакуют своих детей в кошелки или в чемоданы. Кто-то это делает из России, кто-то это делает из Беларуси, кто-то делает из Батемала. Вот тысячи с лишним человек, которые вчера остановили там на границе, которые нелегально перешли, сколько из них, скольким из них реально угрожала опасность? Как вы думаете? Сереж, здесь я могу говорить только о тех фактах, которые мне известны. Вот смотри, я отвечу тебе. Почему? Потому что, ну, ты понимаешь, что наш контингент русскоговорящих адвокатов здесь вообще не, в основном наша клиентура это русскоговорящие, да, то есть они не идут из Батемалы. Тем не менее, как минимум я очень часто делаю то, что называется пробона, когда меня просят кто-то пойти помочь на собеседование по убежище с теми же гватемальскими детьми или мексиканскими. И вот когда сидишь, когда я только начала это делать, по первые пару раз, этот ребенок в 13 лет, дети не способны врать, поверь мне, невозможно научить этому то, что они... И вообще любой миграционный адвокат, даже как никакой другой, мы способны вывести человека на чистую воду. Я в этом месте вас остановлю, вы сказали, что дети не способны врать. А как вы объясните те случаи, когда один и тот же ребенок с разными родителями переходит границу, и после того, как стали брать анализ ДНК, делать, выясняется, что... Ну, не ребенок же этот вытворяет, понимаешь? Смотри, я тебе говорю про коррекцию, я там сижу, я это слышу. Окей. Ну, то, что я сказал, это факт, я не придумал этого. Давайте Леону дадим возможность пару слов сказать. Вы сейчас разговариваете на уровне, что называется, как говорят, anecdotal evidence. По-русски это звучит немножко странно, да? У меня тоже есть куча всяких, так сказать, случаев, когда и прочее. Мы сейчас говорим о чем-то другом. Мы говорим об общей картине. Мы говорим о том, что безумно жалко людей в Гватемале. Все там 6 миллионов. Безумно жалко людей там в Белоруссии, которые не дают, или прочее. Безумно жалко людей в Сирии. Всех безумно жалко. Вопрос отключается не в этом, в том, что жалко и прочее, а в том, можем ли мы принять всех этих людей здесь, каким образом мы можем сделать это, не потеряв страну, и каким образом мы можем найти на это деньги. И вот этот вопрос отвечает очень... Мы можем это сделать в том случае, когда мы регулируем количество и качество людей, заходящих. Точка. Все. Если мы не регулируем... Советский Союз... Я понимаю, что мы не можем стрелять, и они стреляют. Но Советский Союз, что называется, в начале 20 века, в середине, уже легко контролировал всю свою огромную границу. Точно так же огромное количество других государств. Мы почему-то этого сделать не можем. Это абсурд. Что это значит? Я живу в доме, и кто хочет, заходи. Если я закрыл дверь, только меня залезают в окно, и я не имею права этого человека вышвырнуть обратно. А может быть, он самый страдающий человек в мире. Я не знаю. Только сначала пусть он докажет мне, тогда я открою дверь свою. Или не открою. Дам ему денег и скажу, иди отсюда. Это невозможно жить таким образом, чтобы ко мне в дом заходило любое количество любых людей, а я бы обязан был за ними ухаживать, платить за их лечение зубов, и ещё их детей образовывать. Звучит бесчеловечно, но это невозможно. И показывает, потому что мы занимаем всё время деньги у Китая на то, чтобы решать вот эти проблемы. Это же бред какой-то. Леон, поройдусь по пунктам. Первое. Не я, в основном никто из моих коллег, да, из моего лагеря никогда не адвокатирует, никогда не утверждает, что нужно открыть границы и впустить абсолютно всех. Речь идёт совсем о другом. Лирическое отступление. Вы упомянули советскую границу. Советская граница была, существовала с самого начала и очень сильно охранялась, не столько с тем, чтобы люди туда могли прийти, а чтобы люди не могли оттуда уйти и рассказать о том, что там происходит. Окей, дальше, дальше, дальше. Вы говорите, несчастные нельзя пустить сюда всех несчастных и всех угнетённых. Всех нельзя, но те, которые действительно, может быть, того дослуживают, если они уже смогли сюда добежать. А у нас есть закон, который... Подождите, Леон, я вас дослушала. Я вас дослушала. А у нас есть закон, который предписывает нашим властям рассмотреть, не дать убежище, а рассмотреть. И у нас есть конституция, согласно которой наше обязательство по международному праву, которое мы сами же чемпион, мы сами же это продвинули после того, что произошло во Второй мировой войне, предписывает нам иметь такой закон и исполнять наши обязательства согласно международному договору. Мы сегодняшний день делаем это глупо. Леон, нас с вами сюда впустили. Они впустили. У нас был контракт. Они меня впустили, а я согласился здесь жить. Значит, по этому поводу мне много раз говорят, а, тебя самого, а теперь ты не хочешь других, я извиняюсь. Я ждал Америки, с моей точки зрения, может, я ошибаюсь, с моей точки зрения достаточно, я не имею в виду налогов, для того, чтобы считать себя гражданином этой страны. Точно так же я дал Израилю, прожив там 11 лет, достаточно для того, чтобы считать себя гражданином страны Израиля. Леон, абсолютно все... Я жил и не хочу, чтобы они считали меня гражданином. Это Россия, бывший наследник Советского Союза. Такое же точно, извиняюсь, поле невспаханное, как был Советский Союз. Леон, вы скажете, что это анекдотал-эвиденс, который я сейчас буду говорить, но, опять-таки, ну, поэтому меня Сережа пригласил, да? Значит, часть, то, чем я занимаюсь, это у меня действительно есть в качестве клиентов самые различные клиентуры, включая выходцев из Мексики, Гондураса, Гватемалы, они все были, у меня есть бизнесы в качестве клиентов. Самый, вот тот пласт эмиграции, о котором вы ведете речь, они платят налоги, поверьте мне. Почему? Потому что работодатель, который их нанимает, вот эти громадные индустрии, за ними действительно следят, они платят и payroll tax, фиктивно у них social security, tax ID номер у них, они платят налоги. Более того, это люди, которые никогда не смогут никакую выгоду особо за этих налогов в качестве social security Medicare tax получить. Почему? Потому что, нет, это правда. А мы за них эту выгоду получаем. Опять, это разговор не на 5 минут и даже не на 2 передачи. Но я хочу, вот были аргументы в самой вашей, как говорится, в открытии, в реплике, да, что люди приходят, у вас контракт, вы хотите здесь жить, а те, кто приходят нелегально сюда только подработать, а в реальности все равно живут в Гондурасе, ну вот ментально, да. Давайте выйдем сейчас за рамки вашей жизни сейчас, Сережиной, моей, и зайдем и посмотрим, каким образом наша почти что 5-миллионная, а ведь из Советского Союза и по советскому пространству в США приехало около 5 миллионов эмиграции как по Латтенберг, по правке Латтенберга, так до нее и после нее, да. Значит, как минимум в качестве беженцев, да, или по паролю. Так вот, если мы сейчас посмотрим на определенный возрастной пласт нашей эмиграции, да и в конце концов, давайте смотреть правде в глаза, мы сейчас сидим на русскоговорящем радио. И кто нас сейчас слушает? Нас очень много слушает людей, которые, я не хочу их ни в коем случае обидеть, поверьте мне правильно, Сереж, ты знаешь, чем я занимаюсь, да, в нашей общей, с самыми старенькими, самыми незащищенными людьми. Ну, а очень многие все равно продолжают жить ментально, ну, не в Гондурасе, а в России, в Украине и так далее, да. Может быть, отвергая ту политику, которая там происходит, но мы ходим на русские концерты, мы уходим в наши русские магазины, и, простите меня, я очень активно, лично, сама, даже поддерживаю любой наш, ну, не любой, а вот нашу свою общину, и буду это делать. Да, и что? Поэтому, я считаю, что несправедливо, когда вы говорите, что они приезжают, и они вешают свои гондурасские флаги, или мексиканские флаги, они ментально все равно там, а вот наша община, нет-нет-нет, мы все очень сильно американизировались, говорю это по-русски, на радио, на лотная, народная волна. Секундочку, я не видел ни одного беженца из Советского Союза, который бы... Кто-то сказал, на что вы отвечаете, но давайте, допустим, если я это сказал. Значит, наша иммиграция, то, что мы называем нашей иммиграцией, да, то есть я уехал из Союза в 73-м году, вы там чуть попозже, неважно, вот приблизительно с 71-го года это наша иммиграция. Это самая успешная, вообще со всех точек зрения, иммиграция за всю историю Соединенных Штатов Америки. Самая успешная, by far, намного. Значит, по трудоустройству, по количеству зарабатываемых денег, по том, сколько детей пошло учиться в высшие учебные заведения, по произведенному валовому продукту, мы настолько выше, пер капит, так сказать, на душу населения, настолько выше и больше даем Америке, чем все предыдущие иммиграции, какие бы то ни были когда-либо, что говорить о том, что мы обособились, практически невозможно. Значит, если существует ли прослойка людей, людей, которые стали жить в советской культуре, из-за языка, из-за любви к этой культуре и прочее, конечно, есть, естественно, пожилые и тому прочее, но люди уже, вот моего возраста, а мне почти 70, да, вот совсем скоро будет, вот они уже невероятно успешны и невероятно интегрированы здесь. Более того, они счастливы от того, что они живут в свободной стране Америка, а не в свободной стране той. И в большинстве, за исключением пожилых людей, они не бегают в государство просить подачки. Другое дело, что очень много жуликов умных из нашей эмиграции, которые находят, как доить государство. Но это преступление. И в каком-то случае... Я воздержусь, почему? Вот и всё. А насчёт того, что гондурасты, конечно, они идут со своими флагами. Идут со своими флагами, потому что они просто не понимают, куда они идут. Они думают, что это просто тот же гондураст, но только лучше платье. Леон, мой ребёнок старший, да, учился в школе, в разных школах здесь, кстати, как в пригородной школе, так потом и в государственной школе в самом непосредственном городе Чикаго, а сейчас учится в вашем замечательном городе Лос-Анджелесе, к которому очень трепетно, поэтому отношусь, да. Alongside, как мы это говорим, плечо-плечо с детьми, которых либо они здесь родились, из самых несостоятельных семей, которые перешли сюда в нелегальную границу много-много лет назад, или их сюда детьми притащили. Это дети, которые учатся... Ну, Серёж, просто знает про моего сына, да, вот одни из самых лучших университетов, университет в Саузен, Калифорния. Значит, они учатся... Это дети, которые в Велодикторианс, это дети, которые потом идут в Гарвард, это дети... Я не говорю, что все, но мне, конечно, хочется задать вам встречный вопрос. Откуда такая статистика, статистика, что именно русскоговорящая еврейская эмиграция именно самая успешная в Соединенных Штатах? Да, действительно так. Мне приятно это слышать, я совсем не против, но я не уверена, почему, как бы вот, ну, тот же Трамп, он же не говорит про нас, он говорит, давайте пусть из Норвегии сюда приезжают. А потом про нас не говорят... Норвежцы, самая... А как насчет филиппинцев, да? Про русских, про русских сейчас вообще говорить. Про Китай. Про русских вообще говорить нельзя, потому что твоя партия сразу нас записывает преступника. Сейчас опять обвинят в том, что он этот самый сотрудник МКВД. Да. Просто нас тогда сразу... Если за связь с русскими, нас тут подвергнут обструкции, чему угодно. Ну, я всегда говорю русскоговорящий, да? Ну, с русскими, с русскоговорящими, неважно. Это теперь стало, оказывается, опасным. Потому что, ну, как же русские посадили Трампа в Белый дом? Ты будешь смеяться, но я, например, это иногда испытываю, кстати, на протяжении последних трех лет, даже в судах, иногда приходится даже оправдываться, ну, как бы... Слушай, судья, я бы с тобой на одной стороне, по большому счету, ты зря кидаешь камни в мою дорогу. Слушайте, что я буду говорить. Еще раз. Вот мы посадили, мы русские, и посадили Трампа в Белый дом, поэтому все заткнитесь, слушайте меня. Я не знаю, я должна высказаться по этому поводу. Я действительно считаю, что кое-кто, как минимум, реально ему помог сесть в Белый дом. Ну да. Ты вообще меня приглашала поговорить по поводу Мюллера, да? Значит так, похоже, что нам придется встречаться здесь не раз, чтобы... с Юлей, чтобы... потому что мы, как бы, мы знаем ограниченность... Юля, насмешили, спасибо огромное. Ограниченность времени, временных рамок, и поэтому хочется... Я так готовилась, как к экзамену, да? Знаешь, я не знаю про экзамен, как это там. Блондинка приходит, ну вообще старинный, мой папа рассказал, который был... тебя слушал еще много лет назад. приходит... что мы еще раз... в МГУ берите, тянет... как она видит ситуацию, а потом бы поэтому положить вошелиться. Тянет билет, ну ничего не может ответить, ну профессор Иган, давайте еще один, она опять ничего не знает, она говорит, слушайте, девушка, вообще, знаете, что такое экзамен? Она говорит, нет, я не знаю, но на всякий случай я подмылась. Я на всякий случай прочла Мюллера репорты еще раз, подготовь сегодня, но до этого не дошло. Мы дойдем до этого обязательно, потому что за рамками осталось столько... даже те темы, которые мы коснулись, мы не смогли, так сказать, до конца раскрыть. Но все равно, я думаю, было интересно, потому что на протяжении всего нашего разговора линии не прекращали, не гасли, народ... Там комментарии Юлии... Мы извиняемся перед звонящими. Да, мы приносим свои извинения, но первое знакомство такое сумбурное несколько получилось. Пусть спрашивают, пусть задают эти вопросы на Ютьюбе, когда выставите. И на Ютьюбе там был комплимент Юлии по поводу ее внешнего вида и в то же время не согласия с позицией. Был комплимент. Мы-то с тобой знакомы много лет, были в одном лагере. Спасибо большое, Леон, вам огромное спасибо, Юленька, вам огромное спасибо за то, что нашли время. Я думаю, что мы встретимся и продолжим, потому что действительно за рамками осталось очень много, что хотелось бы обсудить. Не оскорблять друг друга, а обсудить. Я не думаю, что отлично получилось. Спасибо. Спасибо всем.